Соборника Михаила Евдокимова Сто грани математики Недавно он записывался у меня на канале Но еще пока не обработан и не выложен Поэтому вы не могли это видеть в интернете Вот А, ну эту задачу и так Вы ее увидите на другом, на чужом канале Не на моем, на канале моих друзей Увидите, но тоже явно не сразу Вряд ли записав вчера Они ее смогут выложить сегодня Так вот Значит, задача охотник и жертва Задача такая Вот это охотник Охотник Это жертва Вот сейчас мы Мы мчали по дороге И нас Мы мчали, а вот тут М12 И нам надо было Пересечь ее, и я сразу же вспомнил Эту задачу, понял, что этот сюжет будет Потому что, значит, условие такое Ехать вот здесь невозможно Это там поле Через него нельзя проехать Охотник несется по этой дороге А жертва несется Тоже на встречу ему Ну, например, потому что сзади За ней тоже, может быть, охотятся Но, в общем, ей нужно проскочить Перекресток и убегать дальше Но жертва несется со скоростью 90 км в час А охотник со скоростью 60 км в час Ну и Кажется, что Все, значит, типа Все ясно, что если здесь и здесь один километр, да То жертва пронесется мимо охотника Раньше, чем он достигнет этого перекрестка Ну, у охотника есть ружье И бьет оно на 300 метров Кто победит? Жертва убежит или охотник ее ликвидирует? Как будем рассуждать? Какие будут идеи? Это всегда интересно обсудить, да Давайте, какие-нибудь идеи предлагайте, да Да Давай, посмотрим Давай, значит, увидим Ну, вот, ну, видит-то он ее все время Тут чистое поле, да Но он просто не может здесь ехать, да Но стрелять, конечно, может Так, ну вот В какой момент предлагается стрелять? Ну, в 700 он не может, потому что только на 300 бьет Хорошо А если он пройдет 700, то где будет жертва? Уже убежит, да? Может Да, вот, да Значит, хорошо, отлично Первая идея Когда жертва добежала до перекрестка? На каком расстоянии от перекрестка находится охотник? Давай, вот это первое, отличное Первую идею вот и выясним Итак, первая правильная, ну, такая, ну, скажем так Первая идея, которая приходит в голову Это мы стреляем в момент, когда прямо перед нами она пробегает Мы в нее стреляем Но давайте померим расстояние, которое там остается Сколько остается? 30 Ну, считайте, что пуля мгновенная Сколько метров будет от охотника до жертвы в момент, когда жертва пробежит эту точку? Сколько? 300 метров Не совсем Кто сказал 333? Правильно Значит, дело в том, что Вот это в полтора раза больше, чем это Правильно? Значит, соответственно За время, которое Вот будет Жертва преодолеет один километр Охотник преодолеет в полтора раза меньше Чем один километр Полтора раза меньше Это 666,6 в периоде Поэтому остается 333 И вроде как получается, что он ее упустил Потому что дальше она уже убежит, да? И все Ну, это было бы неинтересно, если бы это было так Да? Да Что произойдет, когда жертва уйдет на 150 метров слева от пути охотника? Так Диагональ такой будет больше Отлично Так, 150 или все-таки не 150? Ну, давайте посмотрим 150, это значит, что я за это время еще 100 пройду, да? Тогда тут будет 233 и 150 Может, это уже и достаточно Ну-ка, давайте посмотрим Примерно, да? Сколько это будет? Корень из 233 в квадрат плюс 150 квадрат На ОГ разрешили калькулятор Но мы давайте попробуем все-таки оценить это в уме Значит, это, ну, значит, я, давайте, 23 23 в квадрате, это 529, да? Ну, то есть, это где-то 53 тысячи, ну, так, с небольшим На 150 метров попадает А? Попадает на 150 метров Че, нормально, да? Получается? Сколько здесь получается у нас? 74 тысячи 500, да? Корень Ну, 300 в квадрате, это, в общем, 90 тысяч Поэтому, да Хорошо Верно Правильно Попали То есть, надо не в этот момент стрелять А немножко еще проехать и подождать, пока он проедет сюда Почему так странно? Потому что Хоть у него скорости 90, а у нас 60 Но пока я бегу вот в эту сторону А он перпендикулярно убегает от меня Вот это расстояние продолжает сокращаться Потому что перпендикулярно Это вбок За счет этого расстояния не сильно увеличивается И действительно, можно и так Ну, а я, наверное, я бы поставил задачу Какое вообще будет расстояние Самое-самое Самое-самое маленькое Вообще между ними Самое маленькое Ой Так Ага Ааа Нормально, стирает Стирает, стирает Вот Какое будет Вообще самое маленькое Давайте попробуем решить задачу Про самое маленькое расстояние, которое будет между ними Предлагается метод, который называется переход Спасибо большое Так Ну Она, может, и не стирает Но она приятнее Ее держать легче Да Не так Вот Нормально Значит Предлагается перейти в систему координат Связанную с охотником И посмотреть, что будет происходить с жертвой Вот система координат В какой точке жертва находится в этой системе координат? Вот в этой, правда? И дальше Жертва уже Не сюда Движется А сюда Со сносом вниз Да? То есть 90 км в час Сюда И 60 км в час Сюда Пропорция 3 к 2 У вектора движения вот этой жертвой Ну и как бы произойдет что? Произойдет Ну, такое движение, да? Будет происходить Значит, 3 к 2 будет 3 к 2 Значит, тут 1 треть километра, да? Расстояние между ними А здесь Полкилометра То есть, когда охотник добежит Там уже будет в полкилометре И 1 третий полкилометра Больше, чем Убойная сила ружья Но Самое короткое расстояние Это вот сюда Перпендикуляр к прямой Системе координат, связанной с охотником, да? Вот И в этот момент и надо стрелять Давайте посмотрим Каково это расстояние Если это расстояние H То как его найти? 80-30 Но Дело в том, что это не 30 Это не 30 Правильно Кто сказал? В каком классе ты учишься? А я-то надеялся сейчас кто-нибудь Оооо Ха-ха-ха-ха-ха Но это совершенно правильный ответ Смотрите У нас есть прямоугольный треугольник А что у нас с прямоугольным треугольником там вообще? Что у нас? Что-то есть у прямоугольного треугольника, а? Было когда-то, да? Что-то у прямоугольного треугольника Вот Вот Ооо Точно Вот есть вот катеты, да? И гипотенуза у прямоугольного треугольничка Вот Я возьму его так сейчас Тут такое Сейчас будет такая таинственная Таинственная картиночка Вот такая Вот у меня прямоугольный треугольник И вот его катет А И вот его Катет Б И гипотенуза С, да? Вот Ну давайте приставим Вот сюда дальше продолжим на Б Имеем право И представим сюда такой же треугольник Только повернутый на 12 градусов Вот так А потом еще сюда вниз тоже приставим Такой же треугольник Тоже, значит, с перевернутыми наоборот То есть мы возьмем и составим Четыре вот так по кругу Прямоугольных треугольников Совершенно одинаковых Абсолютно одинаковых И у меня получится Что за фигура? Квадрат Точно Это квадрат А еще Вот эти углы все равны, правда? А эти тоже А сумма углов треугольника 180 градусов Вот эти стороны тоже равны Потому что это все гипотенуза, правда? А углы эти Прямые Потому что сумма углов треугольника равна 180 градусов И значит, двух оставшихся В прямоугольном треугольнике равна 90 Ну и теперь вот эти два оставшихся в сумме 90, значит, до развернутого угла 180 тоже Дополняет 12 градусов Поэтому То, что у меня Вот так вот расположено Внутри Называется квадрат А чему равна площадь квадрата? С квадрат Потому что Площадь это и есть Ну, как слово квадрат вообще, да? Это Почему С квадрат? Почему, например, 3 в квадрате равно 9? Потому что 3 в квадрате Квадратик 3 на 3 Содержит 9 клеточек Это и есть Ну, содержание Древнегреческое содержание Того, что такое площадь Того, что такое квадрат, извините Квадрат числа Это площадь квадрата, построенного на этом числе И все Вот Соответственно, у меня получается, что площадь этого квадрата С квадрат Но С другой стороны Если я добавляю 4 Площади Треугольника Вот этого нашего Ну, 4 площади Вот этого треугольничка Нашего, да? Я не буду здесь плодить сущности И какие-то Вводить буковки Вот я добавил 4 площади Тогда это что у меня будет? Точно Это будет Вот Ну, как классно Что вы это знаете Будет Ну, понимаете И видите Это будет А плюс Б в квадрате То есть это будет Площадь вот этого Большого квадрата То есть Площадь вот этого Повернутого маленького квадрата Отличается от площади Большого квадрата На 4 площади Треугольника А с другой стороны Кто мне помешает Никто же не помешает Построить Еще один квадрат Со стороной А плюс Б Только по-другому Его разбить По-другому А именно Совсем просто Вот так Имею право разбить Тогда Получается Что у меня Что вот это за фигуры Такие Это ведь квадраты Правда Два квадрата Да У меня Правда Павел Чай Так Сейчас Вы пока додумайте До конца Эту идею Я помогу Я вот так И вот так Сделаю Ой А почему Столько чаш Ну да Понятно Потому что я очень много Пью жидкостей А там уже две стоят Так Сейчас Сейчас Я тут набодяжу У меня сейчас с собой Есть Сок Из Казани Морс Но он очень крепкий И холодный Сейчас он будет И теплый И Разбавленный Так Ну вы поняли К чему я клоню К чему Это два прямоугольника А прямоугольник Треугольника Получается Целых 4 То есть Да Опять хочу спросить В каком классе У нас было Шестой класс А этот еще горячий А вот то что говорят Пифагоровы штангир Во все стороны равны И как об этом говорят Ну Если честно Пифагоровы штаны Во все стороны равны Вот так Почему-то рисуют Всегда Ну и как-то Вот Почему-то я должен Понимать Что сумма этих двух Равна вот этому Ну Понимать-то я Вот из этого могу А из этого Просто видеть Но может быть Тут есть тоже Какой-то фокус В смысле Где? Вот здесь Или там? Вот там Нет Там-то я как раз К этому и подвожу Что Вот у меня А квадрат Плюс Б квадрат Да? А еще Все те же Четыре Площади Да? Ну это же Тот же самый Квадрат Да? Значит они равны Вот Раз И два И теорема Пифагора Доказана И так В любом Прямоугольном Треугольнике С квадрат Равно А квадрат Плюс Б квадрат Все Доказано Без формул Одним Рисованием Ты понял? Ты в каком классе? В первом Молодец Молодчина По-хорошему Это лучше понимать В первом классе Тогда в десятом Можно уже Доказать гипотезу Риммана Да Если Вспоминать Каждый год Хорошо Значит Вот у меня Теорема Пифагора Зачем я вообще Ее тут вспоминал? А затем Чтобы вот эту длину Посчитать Да? Получается Что вот эта Длина Х В квадрате Равна чему? Одна Вторая В квадрате То есть Одна четверть Плюс Одна треть В квадрате То есть Одна девятая Да? Правильно? Но это Девять Плюс Четыре Это тринадцать Делить на Четырежды Девять То есть На тридцать Шесть И значит Х у нас Корень из Тринадцати Делить на Шесть А вот Теперь Я могу Двумя способами Вычислить Площадь Этого треугольника Как и было Предложено Да? А именно С одной стороны Площадь Этого Площадь Вот этого Треугольника Который Мы уже С вами Говорили Да? Который Так долго Говорили Большевики Как говорится Да? С одной С одной С другой С одной Одна Вторая От произведения Вот этих Двух сторон Да? Потому что здесь Высота Как бы Совпадает С катетом То есть Одна Вторая От Одной Второй Умноженной На Одну Треть И это Есть Площадь Этого Треугольника А с другой С другой Она Равно Одной Второй На Неизвестную Мне Величину На Длину Икс То есть На Корень из Тринадцати деленное на 6. Правда? Две. Два выражения дают одну и ту же площадь. И, следовательно, h я точно знаю. h. Тут весь знаменатель сокращается везде, он одинаковый. Значит, h, получается, равно 1 делить на корень из 13 в километрах. Ну и, собственно, я хочу сравнить это с 300 метрами. Значит, мне нужно показать, что 1000 делить на корень из 13 меньше 300. Тогда в оптимальный момент стрельнов я ее грохну, жертву. Ну, чего? Ну, простите, если кому-то жертву жалко, да? Получается вот такое уравнение. Сокращаем 10 меньше 3 корней из 13. Вот. Да? То есть 100 меньше 9 и 13. А сколько 9 и 13? 117. Нормально. Там даже есть некий запас для пристрелки небольшой, да? То есть в некотором диапазоне вокруг h тоже можно стрелять. 117 сильно больше 100. Там не нужно прям какой-то супер точности. Да? Немного еще проехать в сторону перекрестка и потом стрелять по диагонали. Ну, не прямо по диагонали, но вот по гипотенузе соответствующего треугольника, да. И тогда, ну, точное вычисление дает 277 метров. Вот. То есть заметно меньше 300. Ну вот. Это первая задача, которую мы с вами разберем. А вторая, возможно, вы ее встречали уже. Поднимите руку, кто писал или помогал своему ребенку писать Всероссийскую Олимпиаду по теории вероятности. Первая в истории. Что, нет? Там такие результаты классные, что ясно, что везде писали родители. Подводили итог, да? Посмотрели, что происходит там. Столько народу, восемь из девяти, семь из девяти решили. Откуда шестиклассник знает теорию вероятности? Ниоткуда не знает. Но почему-то куча детей решила огромное количество задач. И теперь придется второй тур уже серьезный, будет точный, как бы. Соревнование родителей превратится в соревнование детей. И тут уже вопрос. Но давайте мы разберем одну из задач. Света, папа, я правильно решила? А я подхожу, не, неправильно. Она говорит, ну как? Вот же. Не, говорю, нифига. Ну можно же так понимать, я говорю. Можно и так. А можно и иначе. Звоним организатору. Ивану Валерьевичу Ященко. Я говорю, Ваня, ты знаешь, что у тебя в задаче условия можно читать и так, и сяк. Значит, неразборчиво, значит, это самое, что-то говорит. Потом говорит, да, действительно, сейчас проясню через несколько минут звонить. Говорит, да, они имели в виду вот так понимать. Я говорю, слушай, да-да-да-да, ты что? Разве можно давать детям задачу шестиклассникам, там, семиклассникам, но шестиклассникам тоже можно писать, которые непонятно, как понимать условия. Ой, забей, это все равно предварительный тур. Но задача красивая и вообще очень классная, она прямо бьет в самое сердце теории вероятности. Вот она бьет туда, куда надо всем понимать, вот что происходит. Смотрите. С какой вероятностью вы, выйдя на улицу за 5 минут, встретите военного? Может 50 на 50, может 30 на 70, да? Хорошо. А с какой вероятностью вы за это время встретите двух военных? Еще меньше, да? Потому что если вы, вот, например, ну давайте, допустим, вы встретите с вероятностью 2 трети, да, за 5 минут военного, да? Два шанса из трех. Но двух военных уже вот так, да? Правда? То есть вы как бы от 2 третей ситуации, в которой вы встретили одного военного, еще должна произойти ситуация, что вы еще и второго встретили. Значит, от них надо тоже взять 2 трети, то есть перемножить 2 трети на 2 трети. Это все прелюдия к той задаче, которую я дам. Понимаете? Я пока ее не сформулировал. Раз вы не писали теорию вероятности, значит, вы ее и не видели. Задача про белочку. А, ну если вы смотрели Маткульт, привет, вы видели. А кто видел на Маткульт, привет, задачу про белочку? Мы с Мишкой разбирали. Не видели, да? Ага. Ладно. Так. Если у кого-то с собой случайно есть чистый спирт, то мы вытрем доску. Водка тоже сойдет. Но пока ничего, так будем. Значит, а если трех военных, то опять нужно, да, на 2 трети домножить, правда ведь? Хорошо. А если 20 военных? Спирт, да? Салфет. Ой, спасибо огромное. Сейчас попробуем, попробуем стереть. О, там еще и чашка, да? О. И гораздо большего размера. Чашка-то большего размера. Ух, какая красивая. У меня, знаете, какая коллекция чашек? У меня их несколько сотен уже есть. Вот. Ну, там часть из них передана, как это, я не передариваю подарки, но они иногда попадают случайно на некоторое время домой к моим друзьям. Вот. И вот уже в огромном широком круге у меня всюду чашки мои стоят. Вот. Но самые красивые жена отбирает и говорит, а вот эти вот пойдут к нам. Вот. Скорее всего, это она возьмет, очень красивая чашечка. Вот. Ну, вы догадываетесь, что с футболками все то же самое. В какой-то момент был такой, как сказать, вот, ну, в общем, примерно метр на метр на метр такой мешок футболок, которые подарены в поездках. И мы, значит, сели и стали думать, что делать, потому что он занимал значительную объемную часть нашей квартиры. И просто не, ну, приходилось как-то решать этот вопрос. Вот. Но самые красивые футболки они остаются. То есть это идет постоянный отбор. Наиболее красивые остаются дома. Ну, да, ну, слушайте, это никакому популяризатору, боюсь, не под силу. Это все-таки другие цифры. Вопрос еды для моих десяти иждивенцев можно решить. А вот вопрос квартиры, боюсь, что не очень. Так, 20 раз. Ну, ладно, это я, слушайте, это я ни в коем случае не, как бы, в тесноте, а, как известно, не в обиде. Вот. Так что нормально, все хорошо. У нас получается ровно минимум, вот, сколько по ГОСТу написано, при котором можно подавать на новый. Вот как раз у нас вот это значение получается. Вот. То есть чуть-чуть, и можно было бы вполне подавать. Так, значит, вот так вот 20 раз перемножить. Давайте, как это сказать, ну, на глазок, да, на глазок. Сколько это будет? Можно, конечно, просто написать 2 в 20 на 3 в 20, но это нам, как это сказать, не очень сильно поможет, потому что долго считать. А, ну, однако, 2 в 10 на 3 в 10 в квадрате нам тоже сгодится, потому что, если мне память не изменяет, 3 в 10 это где-то 60 тысяч. А 2 в 10 это где-то тысяча. То есть это 1 в 60 в квадрате, сирич 1 в 3600. Это очень маленькая вероятность, что вы за 5 минут 320 военных. Практически нереализуемая. Но дело в том, что... В чем? Да. Где же ошибка? Что? Вероятность того, что вы встретите на встречу полк военных равна 1 в 3600? Да нет, конечно, она больше. Мы ошиблись, когда применили к этой задаче основной принцип теории вероятности. О том, что события независимы. Что это? Танцы. Танцы, да? Просто полк военных. Ясно. Ну, ладно. Вот. То есть, на самом деле, вероятность встретить одного военного при условии, что ты встретил еще одного, она уже не 2 трети, она гораздо больше. Потому что, так как они часто ходят вместе, то, соответственно, и модель эта неправильная. И именно об этом сейчас будет задача. Задача из этой олимпиады. Белка считает, что каждый третий желудь в лесу слишком кислый, недостаточно сладкий. Каждый третий желудок недостаточно сладкий, соответственно, он не будет есть. А барсук считает, что 40% желудей приторные. Итак, белка считает, что каждый третий недостаточно сладкий. А барсук считает, что 40% слишком сладкие, то есть приторные. Вопрос. Сейчас, секунда. Вопрос. С какой вероятностью случайно попавшийся желудь подойдет и белке? 6 или 5. Да, действительно. 2 трети желудей годятся белке, правда? А 3 пятых годятся барсуку. Правда? 2 пятых годятся им обоим. 40%. Правильный ответ? Неправильный ответ. Потому что шкала сладостей, правда? Шкала сладостей. Вот правильный вопрос. А вот барсук и белка, одинаково для них понятие сахара вообще? Но вот выяснилось, что составители задачи считали, что всем очевидно, что понятие сахара и сладости одинаково для барсука и белки. Но если так, тогда белки, белка бракует одну треть наиболее кислых, а барсук 40% наиболее сладких. И ответ, на самом деле, один минус одна треть минус две пятых без всяких перемножений вероятностей. И это ответ, сколько там получается? 4 пятнадцатых, по-моему. Сейчас проверим. Значит, 15 минус 5 минус 6. Да, 4 пятнадцатых. 4 пятнадцатых или 40%. 2 пятых, конечно, больше 4 пятнадцатых. Вот, это 6 пятнадцатых. То есть, ответ совершенно другой. И он связан с тем, что если белка считает желудь слишком кислым, то барсук уже не с вероятностью две пятых будет считать его слишком сладким, а с меньшей вероятностью, да? Более того, вероятность эта будет равна нулю. То есть, если белка считает его слишком кислым, то он подойдет барсуку. И наоборот, поэтому неправильно перемножать, это неправильное решение в данном случае, произведение вероятности. А правильное решение вычесть из единицы оба. Но это если шкала сладости, у них одинаковая. И дети должны были, получается, это понимать. Ответ с произведением не заходил. Заходил как минус. Вот такая вот ситуация. Но вообще тервер это очень интересно. Тервер это очень интересно. С тервером другая проблема, что довольно много учителей, к сожалению, его никогда не учив, сейчас заново с нуля должно учить, чтобы преподавать. И еще то, что во многих школах он идет в ущерб урокам алгебры, хотя задумано было, что это дополнительный урок математики. Но это уже такие, это как бы вопросы другого порядка. Сама теория вероятности сама по себе очень интересная штука. И сто лет назад шел тот же дискурс. Сто лет назад мне подарили книгу «Обсуждение целесообразности введения теории вероятности в реальных училищах и в классических гимназиях». 1915 год. Тоже было большое-большое обсуждение. Вводить, не вводить. То есть этот вопрос как бы стоял, стоял давно. Так, ну что, сейчас мы перейдем к разным другим сюжетам. Вот. Давайте рассмотрим сюжет, который вот ни один раз, ни в одном городе я его не пропускал. Называется «Видимость с горы». Но он немножко другой приобрел оттенок, начиная с лета этого прошлого года, он приобрел другой оттенок с лета 2022 года. Или «Ошибка на Байкале». Вот. Значит, ошибка на Байкале. В селе Большие Коты мы проводим лето всегда. Довольно большую часть лета. Это село находится на озере Байкал. На той стороне озера находится горный хребет. Кто знает какой? Тому пятерку по географии. Нет? Если честно, мы уже должны математически решить. География. Она чрезвычайно математична. На самом деле. Вот, например, хотите задачу по географии? Пока подумайте над ней. Я потом ее разберу. Задача. После конференции в городе Магадан значительная группа математиков из Москвы, из Стекловского института, самого главного математического института, а вообще место максимальной концентрации математиков на планете Земля. Ехали назад, на самолете летели назад. Вылет, соответственно, 12 декабря в 10 утра по местному магаданскому времени. Первый вопрос по географии. Во сколько прилет в Москву по местному времени? Второй вопрос по географии, более сложный, со звездочкой. Описать все, что в процессе полета происходит за бортом. Смена часовых поисков. Смена часовых поисков, безусловно, происходит за бортом. Смена часовых поисков. Очень красивых. В том числе, часть из них я сегодня планировал. Рассказывать так? А мне уже жарко стало. Простите. Сниму вторую часть лекции. Проведу, как обычно, в подтяжках. Так, это я просто чуть-чуть там замерз, пока шел. Так, отлично. Вот. Или просто здесь, мы, наверное, надышали тут. Тут стало теплее. Итак, кто все-таки знает, как называется этот хребет, который на той стороне Байкала, в районе юга Байкала? Никто, да, не помнит? Он еще воспет висбором. Хамар-дабан. Там сквозь туман стоит хребет Хамар-дабан. Так вот, он иногда сквозь туман, а иногда он виден в отдельные, особенно ясные дни. Он очень хорошо виден вдали. Ну и вот, значит, высота его, значит, если посмотреть на карту, то примерно 2 километра над уровнем моря, он практически одной высоты, чуть-чуть выше, чуть ниже. Все в районе 2000. И я в качестве иллюстрации говорю своим жене, детям, говорю, смотрите, сейчас я покажу, как померить расстояние до этого хребта. Я навожу на них орудие измерения. Это рука с фалангой большого пальца. Вот, например, вот сейчас я навел на Павла. Голова Павла умещается в моей фаланге. Нет, она больше. Сейчас будет, я отойду дальше. Вот теперь голова Павла в точности умещается в моей фаланге. Значит, теперь мне нужно написать нехитрую пропорцию, правда? Мне нужно знать отношение высоты фаланги к расстоянию между вытянутой рукой и глазом. У каждого, наверное, оно свое, хотя, в принципе, это примерно одна и та же величина. В моем случае она достаточно точно измерена давным-давно и равна 1 к 50. Фаланга 1 сантиметр, рука полметра. Соответственно, какой длины у тебя лицо? 25 нормально? 30. До тебя 15 метров. Похоже на правду, да? Ну, по крайней мере, с точностью до плюс-минус, да, там, 10% точности вполне. 30 сантиметров я умножил на 50. Получается 3 метра на 5, то есть 15 метров. Ну, я также беру, примеряю вот здесь и говорю, смотрите, вот моя фаланга, вот она ровно умещает гору Хамардабан. Все горы Хамардабана, значит, 2 километра умножается на 50 и получается 100 километров. И тут я выпадаю в осадок, потому что на самом деле он ближе. Значительно. Не в пределах вот этих там нескольких процентов ошибки. Сразу забегая вперед, скажу, что я совершил 2 ошибки. 2, не одну. Что не на уровне? Молодец! Первая ошибка стояла именно в этом. Уровень Байкала 456 метров над уровнем моря. Для простоты будем считать, что 500. Поэтому, как минимум, здесь надо было писать 1,5 километра на 50 и получить 75 километров. Но и это слишком много. Молодец! Номер 2. Ошибка номер 2. Вот сейчас мы... Да, ну, сейчас я все-таки объясню, в чем заключается вот вторая ошибка, да? Я неправильно нарисовал эту картину, на самом деле. Правильно она выглядит вот так. Вы видите тут легкий-легкий изгиб, да? Вот я вот здесь, а гора вот здесь. И то, что я вижу, я вижу только начиная от касательной. Все ниже касательной уходит как бы под горизонт для меня. Я вижу только начиная от касательной, который постепенно, медленно-медленно-медленно начинает отклоняться от земной поверхности касательной. Как земля? Это шар, говорят, да? Говорят, что есть кто-то, кто считает, что земля плоская. Но лично я не встречал. То есть я когда встречал 2 или 3 раза человека, который в интернете парил за плоскую землю, выяснял, что это просто шутник. Который специально просто троллит всех. И один из таких шутников, это мой давний товарищ по коллабам Борис Сергеевич Бояршинов. У него есть ролик про плоскую землю. И многие считают его из-за этого плоскоземельщиком. А он специально просто снял такой ролик для издевательства над людьми. Вот из-за этого факта, что земля является, поверхность земли искривлена, часть горы находится под уровнем горизонта. И это надо учитывать, что я лишь вот эту часть намеривал. Вот у меня фактически, сейчас я изображу все это более как бы выпукло, как если бы она была не в районе 100 километров, а в районе 1000 с лишним километров, чтобы показать, как это выглядит. И заодно мы попробуем решить задачу целиком. Итак, часть горы действительно уходит за горизонт. Как-то я помню, в пятом году, а в восьмом году была конференция на Байкале, в Севербайкальске. И профессора, значительно подогретые изнутри, вот тем, чем с доски стирают, вышли на Байкал, и один из них говорит, боже, боже, мы допились. Облака уходят под воду. Я говорю, ты идиот, что ли, а не профессор? Естественно, уходят от 200 километров до этого места. Естественно, уходят, они, это много, как бы, это самое, они на высоте, там, 2 километра, на таком расстоянии, все уже, уходят они, земля-то круглая, к дну, раз и может быть, это, она же огромная земля, не может же быть. Ну, вам посчитали, конечно, может. И так и есть. Значит, смотрите. А, я хотел стереть, я хотел попробовать стереть этого самого. Сейчас я попытаюсь, попытаемся стереть. Может, конечно, еще и оборотную сторону, она белая, исключительно прям белая. Так, сейчас. Ну, лучше, да? Лучше? Да. Становится заметно лучше. Что? А, вот так, да? Ого! Инженер! Математику никогда такое в голову не придет, только инженеру. Да, это, вот это круто. Ну, что ж, это, безусловно, гораздо чище, а у нас еще куча этих салфеточек есть. Так вот, ну, так сказать, можно вот так нарисовать, чтобы было проще. Я смотрю отсюда, я вижу, вот, все, что ниже, я просто не вижу. Вот гора. Ну, допустим, это, там, почти прямой угол. Тут, вот это как раз, если заменить это на вот такую, тут ошибка будет очень маленького количества процентов. Поэтому будем считать, что это почти вертикально. Соответственно, вот это х, а это у. И х плюс у равно полтора километра. И мне нужно какое-то еще уравнение, чтобы связать, да? Что я еще знаю? Я еще знаю, что х укладывается у меня в одной фаланге, то есть, что расстояние вот это вот л, вот досюда, вот это л, оно равно 50х. Мало, потому что я не знаю л, понимаете, да, в чем, в данном случае, в чем сложность задачи. У меня три переменных в этой задаче одновременно, три переменных играет. Я не знаю, в каком соотношении делится гора, но х плюс у равно полтора, конечно, можно считать, что это одна переменная. Вторая перемена все равно это длина досюда, да? То есть, вот оно. У меня х, у и л. Х и у связаны очевидным образом. И л связан с х тоже очевидным образом через фалангу. Мне не хватает чего-то. Правильно, мне не хватает радиуса земли. Раз. И связи л с и греком. Вот давайте ее получим. Смотрите, фактически, какую я решаю задачу. Я решаю задачу о том, что будет, если я на высоту у поднимусь и посмотрю вдаль, насколько далеко я буду видеть. То есть, это же задача про то, насколько далеко видно с горы. Я хочу получить связь Y с L и заодно понять, с какой высоты, насколько далеко видно. Это как бы обратная задача. Давайте сделаем это так. Ну, конечно, мы пойдем дальше. Вниз, да? Да, но это сумма. Я не знаю, в какой пропорции разбитая. Так, отсюда я тоже хочу попасть как-нибудь в центр земли. Как? Перпендикулярно-касательный. Кто-то из старшего поколения еще знает, что радиус, что касательное перпендикулярно радиусу, да? Кто до сих... Вот честно сейчас, поднимите руку. Кто помнит, что касательное, основное свойство касательное, что она перпендикулярно радиус? Поднимите руку честно, кто это помнит? Да, да. За редким, редким исключением это все-таки в основном взрослые. Но несколько школьников тоже. Могут еще не знать, да, могут еще не знать, да. Ладно, тогда да, старшие могут помнить. Так, ну что, у нас есть еще вот этот центр земли, где сходится вот эта линия и вот эта, да? Это прямой угол. Это L, это катет. Еще один катет, это что? Который равен примерно... Ну, нам хватит вот этой точности вполне. 6400 километров. И у меня есть гипотенуза R плюс Y, правда? Гипотенуза. Так, это катет. Как связаны катетцы с гипотенузой, мы только что узнали на предыдущем, да, на предыдущем раунде. То есть, L квадрат плюс R квадрат равно гипотенуза, возведенная в квадрат. Согласны? Раскладываем. Что получаем? R квадрат плюс 2RY плюс Y квадрат. Что, кстати, из той же картинки тоже было видно, когда мы вот вторую картинку делали. У меня RY, да, вот, R плюс Y квадрате, то есть квадрат, да, вот этого, был равен R квадрат плюс Y квадрат плюс 2 раза R умножить на Y. Вот один раз, вот второй раз. То есть, в принципе, у меня уже была эта формула, даже если кто-то ее не помнит, ее геометрически можно сразу увидеть. Ну что, у меня вот этот большой монстр уходит, R квадрат, он сокращается. И у меня остается L квадрат равно 2RY плюс Y квадрат. А вот теперь, смотрите, я сейчас поступлю как физик. Я сравню вот эти две величины между собой. Каково их отношение, вот если я одну на другую разделю? То есть, я хочу посмотреть пропорционально, какой вклад дает одна по сравнению с другой. Вот это... Да, я к этому и клоню. Вот здесь на Y домножается диаметр Земли, а тут на Y домножается Y. И даже если Y очень большой, такой, как высота полета самолета, все равно она в тысячу раз меньше диаметра Земли. В тысячу раз. Вот когда надо делать поправку, это для высоколетящих ракет. Там, где 400 километров высота над Землей, там уже начинает сильно меняться формула, уже начинает там по 50, по 70 километров ошибки в формуле. Там уже нельзя вот так. А у нас можно вот так написать, что L квадрат примерно равно 2R умножить на Y. Соответственно, видимость... Давайте я здесь прямо напишу, что L квадрат равно 2R Y. И дальше мы будем решать соответствующую систему уравнений. Вот. Будем решать соответствующую систему уравнений. Но пока, 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 мы сделаем следующее. Пока мы сделаем следующее. Мы извлечем здесь корень. Корень из 2R Y. Но дело в том, что корень из R извлекается нацело. Это чудо радиуса Земли. То есть 80 корней из 2R Y. Помните, что все это надо вычислять в километрах. Если я хочу, например, узнать, на сколько километров вдаль видно с 10 метров высоты, например, с этого здания. 5 метров. Мне нужно ее перевести в километры. Это сколько будет? 0,5000. Да, 0,5000. 0,005. Теперь я обратно, теперь я домножаю на 2. 0,01. То есть 1 сотая, да? А корень из 1 сотой чему равен? 0,1. 1 десятый, правда? Корень из 1 сотой равен 1 десятый. 1 десятая на 80 сколько? 8 километров. То есть если вы в степи забираетесь на дерево в такой чистой совершенно ровной-ровной степи, вы забираетесь на дерево высоты 5 метров, смотрите с 5 метров вдаль, то вы видите на 8 километров. Если вы прыгаете с 5 метровой вышки, да, там еще ваш рост добавляется. Ну хорошо, там с 3,5, с 3 метровой вышки прыгаете, вы встали, смотрите вдаль, собираетесь прыгать, смотрите вдаль на 8 километров. Потом распрыгнули и уже на ноль. Уже ничего не видите. А с самолета сколько получится, между прочим? Давайте посмотрим, сколько с самолета будет. Сколько будет у меня самолета? Самолет летит на высоте 10 километров примерно, да? Ну так, плюс-минус. Значит, корень надо извлечь из 20. С довольно большой точностью он равен чему? Да, потому что 45 в квадрате это год, который скоро настанет. Но не прямо сейчас, а через раз. У нас квадратный год на повестке дня. Когда последний квадратный год был? Очень давно. Держу пари, что ни один из здесь присутствующих тогда еще не жил. Но такие есть живые еще, кто тогда жил. Например, моя двоюродная бабушка, ей сейчас 101 год, она застала этот год, предыдущий квадратный год. Если до 103, дай бог, доживет, то застанет и следующий квадратный год. Это значит, что квадрат, полный квадрат, квадрат некоторого числа. Вот 2025 год будет квадратом числа 45. 45 умножить на 45. Предыдущий это 44 умножить на 44. Ну, в общем, не гадайте, это 1936. 1936 год, последний был квадратный. Сейчас будет 2025, а до следующего квадратного, боюсь, что, дорогие друзья, мы уже будем все там, потому что это 2116 год. 2116. Моя самая мелкая дочка Надя родилась в 2020, и у нее некоторые шансы до следующего квадратного года дожить есть. 96 лет это, в принципе, вполне. Но вряд ли у кого-то еще есть из присутствующих, уж точно ни у кого нет. Значит, смотрите. А, хотя, нет, он у тебя есть. Да, до 100 лет надо жить. Да, у кого еще? Вон, тут девочка бегала. Вот она доживет. До 2116.